МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вашингтон не возражает, чтобы Киев наносил удары американским оружием по территориям, где прошли референдумы. На это уже отреагировали. Да. Да, простите. Я, Сергей Брельев, с вами прощаемся до 23 часов, когда уже на канале «Россия-24» вводит наш традиционный расширенный обзор, как мы говорим, политических гурманов. Там сегодня много всего дополнительного, особенно из Питера. До встречи. Сучка-рес. Слыхала? Нет. Это ты сейчас придумываешь. Нет, я бы такое не сочинил. Вот, как же ее зовут? Оксана Станкевича ее зовут. Оксана Станкевича. Ребята, нужно срочно исправиться и начать смотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Снимаем, да, снимаем. Все в порядке. Бумаги. Ну, конечно, непростой. Рисовый. Все хорошо. Добавим овощную начинку. Слово Юлии Зиминой и Сергея Бабаева. Сергей. У-у-у, спасибо. Здравствуйте. Доброе утро всем, кто начинает этот новый день вместе с нами. Мы на ВДНХ всю неделю... Дмитрию Губерниеву. Дим, пожалуйста. У нас там дополнительный с тобой осталось. Вот три штуки. Хватит. Что-то прекрасно. Дима стоит в центре. Наши девчоночки, собственно говоря, по правую и левую руку с букетами очень красивыми из елочных шишек, игрушек. Сейчас связь наладится и мы совсем скоро уже услышим. Давайте уже там не про шишки, а уже в эфир вы давайте про шишки все разговаривать. Сами только шишки интересуют, блядь. Да, к сожалению, у нас нет связи с нашим коллегой громогласным Дмитрием Губерниевым, поэтому к его общению с нашими биатлонистками мы вернемся чуть-чуть позже. На этом моя часть выпуска завершена. Для любителей футбола сообщаю, что завтра на стадионе Трут состоится матч названия Суперкубка. Идите в жопу. На этом моя часть выпуска завершена. Для любителей футбола сообщаю, что завтра, 9 сентября, на стадионе Трут состоится матч за Суперкубок города. За трофей будут бороться Базальд и Лотар ЦСКА. Впереди вас ждет еще рекламная информация и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь и до встречи на канале ТНТ МИАС. В прямом учении Станислав Кулик. Тринадцать часов уже в столице и сегодня суббота. Я желаю вам отличного дня. Хорошего утра, если вы только проснулись. Фейковые счета. Возбуждено уголовное дело. Не дайте себя обмануть. А далее о других происшествиях в оперативной сводке. Коротко. В Новокузнецке очевидцы сняли на видео потасовку между двумя женщинами и подростками. Сначала спорили, потом перешли к рукопашной. Некоторые подписчики встали на сторону взрослых. Якобы парни били первоклассника. Лидер либеральных демократов. Перейдем к событиям в Чечне, которые, собственно, и стали... Простите, пожалуйста, сбой нашей аппаратуры. Продолжаем программу. Войска восточной группировке федеральных сил под командованием генерала Троша на этой неделе. Боже мой. Ужас. Будем считать, что это террористический акт в студии аналитической программы «Время». Войска восточной группировки федеральных сил под командованием генерала Троша... Сейчас короткая реклама, а далее реклама. Харкер, стреляй! Вперед! Мы теперь все одержимые Господом. Все до единого. В международном аэропорту Волгограда у одного из пассажиров были изъяты саженцы пальм без сопроводительных документов. Такие растения могут быть опасными для сельскохозяйственных культур области. Поэтому они были изъяты и уничтожены. Обнаружены, изъяты, уничтожены. Что еще раз? В международном аэропорту... В международном. В международном аэропорту Волгограда у одного из пассажиров были обнаруженцы... Сокращенно. Обнаруженцы. Сажены, обнаруженцы. Продолжение следует... а а а а а а Ай, блин. Все, все, все. Поехали. Ага, в международном аэропорту Волгоградовой обнаружено одного из пассажиров. Аж прям хорошо. Я считаю одним из самых перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, понимаем. Я думаю, с Владимиром Васильевичем мы эту задачу решим. Эта задача... Понятно, как ее решать. Невозможно быть лучшим союзником Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом и одновременно становиться свидетелем такой практики прослушки. Поэтому мы собрались все вместе для того, чтобы высказаться категорически против такого поведения. Как это было? Та че порадует погода в Украине ближчими днями? Дивися. Муха на губи и на тоби. Муха на губи и наоборот. Вот это она? Муха на губи. Я тоже. Вот и спейс-спорт, дедушка. Лимик будет встречать тебя на другом конце. Да. В чем дело? Знаешь, все осталось по-старому. Работа полиции не изменилась. Мне было весело с тобой, Ромек. Лимик позаботится о тебе. За меня не беспокойся, Ромек. Моя жизнь не закончена. Просто она вошла в другую фазу. Пойдем, я провожу тебя. Нет, не надо. Иди работай. Я сам о себе позабочусь. Скажи, дедушка, ведь это ты нашел приглашение Барнера. Старая полицейская заповедь, Ромек. Всегда проверяем мусорные бачки. По-моему, вы знакомы? Мы готовы вернуться в Саганию. Хилдон, вы главный свидетель обвинения в деле Барнера. Что это значит? В назначенное время вас вызовут в суд для дачи показаний. Долго ждать? Вот, отрабатывайте проезд. Вы не пытались поговорить с этим воякой? Как его там? Полковником Невитом? Да. Обещает расстрелять первого, кто пересечет границу зоны оцепления. Первый тур российского хоккейного первенства. К этому часу уже завершился поединок в Омске, где Авангард принимал дебютанта Суперлиги Химик. А Мичиевы играли 3-1. И у меня о спорте к этому часу. Все, до свидания. Во встрече со скромным анас... Блядь, анастосисом. Гостей же совершенно точно не устроила ничья в первом туре лиги во встрече со скромным анастосисом. Все спортивного мира продолжают программу нашего канала. Слово нашему комментатору... Ане Ткачевой. Спасибо, Евгений. Где у меня кнопка? Ну вообще пиздец. В прямом эфире Никита Пименов. Доброе московское утро. 6 часов ровно в часах столицы. На календаре у нас тоже цифра 6. 6 июля, четверг. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Рассказывать обо всем самом важном к этому часу. И желаем вам отличного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова